привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и вот мы сняли ролик о невесомости а ролика перегрузках у нас до сих пор не было и сегодня мы восполним этот пробел и когда мы говорим о перегрузках то мы чаще всего представляем себе стартующий космический корабль и те силы которые вжимают космонавтов кресла в которых они сидят но впрочем когда космический корабль возвращается на землю и входит в плотные слои атмосферы то космонавты точно также испытывают перегрузку когда ракета стоит на старте космонавт покоится на него действует сила тяжести мж которая уравновешивается равной по величине силы реакции опоры а когда ракета уже стартовала она движется с ускорением а ну и значит космонавт тоже должен двигаться с ускорением а а для этого сила реакции опоры которые на него действует должна увеличиться на величину м а теперь сила реакции опоры составляет м же плюс м а что же такое перегрузка это отношение силы реакции м же плюс м а к силе тяжести м же масса в этой формуле сокращается и у нас остается отношение ускорений а плюс же к же ну и из этой формулы получается что когда космонавт покоится он испытывает перегрузку равную единице точно также как я сидя на этом стуле алексей описал явление перегрузки как физик причем он описывал его в инерциальной системе отчета связано с землей но что же испытывает космонавт который между прочим находится в кабине корабля то есть вне инерциальной системе отчета он ощущает что его вжало в кресло как будто увеличилась сила тяжести и она увеличилась именно вот в такое число раз же плюс а поделить на же но наш канал все-таки называется физика в опытах и экспериментах и хорошо бы сейчас сделать соответствующий эксперимент но запускать ракету мы не будем а просто вспомним что космонавтов тренируют на повышенные перегрузки с помощью вращающейся центрифуги чему же равна перегрузка испытываемая космонавтом на центрифуге ну пусть у нас центрифуга вращается с частотой f а космонавт расположен на расстоянии r от оси вращения ну тогда он испытывает центростремительное ускорение омега квадрат умножить на r ну а здесь омега это угловая частота которая равна 2пи умножить на f ну а это центростремительное ускорение должна обеспечить сила реакции со стороны спинки кресла в котором сидит космонавт ну и соответственно перегрузка это отношение этой силы которая равна м а к весу космонавта м же масса сокращается и у нас остается отношение ускорений омега квадрат р поделить на же значит чем больше частота вращения центрифуги и чем больше радиус тем больше перегрузка которую испытывает космонавт и вот наш космонавт сибирская медведица маша сидит в кресле опираясь спиной на весы готовая к испытаниям мы раскручиваем ее с частотой 1,3 оборота в секунду радиус вращения составляет 110 сантиметров и по нашей формуле перегрузка должна получиться равной 7 маша отлично выдержала испытания но хорошо бы перегрузку померить явно и для этого мы построили настоящую экспериментальную центрифугу и вот наша установка она будет приводиться во вращение электромотором на одном конце рейки установлен противовес а на другом закреплены весы и камера которая будет снимать показания этих весов масса платформы весов равна 30 граммов и мы добавляем к ней груз массой 70 граммов для простоты дальнейших подсчетов и вот мы ждем когда установка наберет обороты и видим что показания весов составляют 370 граммов а масса груза вместе с платформой была равна 100 граммам и это означает что перегрузка в этом опыте составляет 3,7 а что же дает теоретический расчет частота вращения центрифуги составляла одну целую тридцать семь сотых оборотов в секунду что соответствует угловой частоте 8,6 радиана в секунду ну а перегрузка при этом оказывается равным 3,6 что прекрасно соответствует нашему экспериментальному результату и конечно нужно понимать что перегрузки возникают при любом неравномерном движении при разгоне торможение и любом криволинейном движении даже если оно происходит с постоянной скоростью как в самолете на вираже ну и еще нужно знать что человек выдерживает достаточно длительные перегрузки величиной не больше 8 10 же а теперь я снова сменяю алексея чтобы задать наш традиционный заключительный вопрос когда мы делали эксперимент с весами и камерой я сказал что платформа весов имеет массу 30 граммов а как мы это узнали ведь эту платформу из весов не вытащить ваши соображения и догадки на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на ю тубе